Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Почти 24 тонны алкоголя изъято в кафе поселка Лазаревская. Контрафакт продавали под видом лицензионного спиртного. В Сочи участились случаи незаконной добычи перепела. Ночами в разных частях города браконьеры ловят птицу практически в промышленных масштабах. Сочинка Анастасия Шамонова стала чемпионкой мира по буксу среди юниоров. Власти курорта помогут ей отправиться на юношескую олимпиаду. Вместо привычного звонка казачьи песни день рождения края в сочинских школах начали отмечать ранним утром. Житница страны отмечает день рождения. 81 год назад на карте России появилась Кубань. Ровно в этот день, 13 сентября 1937 года, было принято постановление о разделении Азова Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Сейчас Кубань входит в состав Южного федерального округа. Это один из самых густонаселенных регионов. На территории мирно соседствуют более 150 национальностей, а численность приближается к 6 миллионам человек. Краснодарский край сегодня поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор назвал Кубань щедрой житницей и труженицей России. И особо отметил тех, кто освобождал край в годы Великой Отечественной войны. День Краснодарского края – это повод для гордости и благодарности тем, кто посвятил свою жизнь развитию Кубани. Низкий поклон ветеранам. 75 лет назад они ценой своей жизни освобождали Кубань от немецко-фашистских захватчиков, а после в тяжелейших условиях отстраивали наши города и станицы заново. Сегодня наш дружный многонациональный край – территория больших возможностей, и в этом есть заслуга каждого из вас. Сегодня во всех районах Кубани начнутся молодежные акции, спортивные состязания и откроются выставки. Основные праздничные гуляния пройдут в краевой столице. В музыкальном театре Краснодара состоится большой праздник в честь Дня рождения Кубани. На нем выступят ведущие творческие коллективы со всего региона. День рождения Кубани в сочинских школах начали отмечать с раннего утра. В первой гимназии, например, ребят встречал песенный ансамбль Кудрина. Мы вас ждали. Сегодня потрясающий день. Сегодня 13 сентября. Днем рождения, дорогой Краснодарский край. 13 сентября здесь стал настоящим праздником. Школьников на входе угощали леденцовыми петушками, рассказывали об истории образования Краснодарского края. Ну а чтобы ребята смогли ощутить атмосферу Кубани, вместо звонка на урок слушали казачьи народные песни. Чедрая житница России, великая труженица. О том, какая она, их малая родина, ребята узнают на уроках кубановедения. Краснодарскому краю исполняется 81 год. На нашей Кубани растет очень много пшеницы и подсолнуха. Нам задали сегодня выучить гимн Кубани. Ты Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь. Многоводная, раздольная, разлилась так дал и вширь. День края – это очередной повод для гордости за свою историю, уверены педагоги. Поэтому день образования Краснодарского края здесь отметили так шумно. Ко всему прочему, 2018 год 75-летия со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Вспомнят сегодня в образовательных учреждениях и об этом событии. И, конечно, сегодня дети узнают о тех героях, которые вышли с нашей земли купанской. Почти все праздники в гимназии отмечаются именно вот с утра. Нам хочется зарядить позитивом детей, родителей и настроить на эту прекрасную волну праздничную. Масштабные празднования в Сочи проходили в прошлом, юбилейном году. В честь 80-летия края в нашем городе открылся природно-ландшафтный парк. Сегодня это одно из любимых мест для прогулок жителей микрорайона Макаренко. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На благоустройство городов и станиц в этом году в крае потратят более полутора миллиардов рублей. О создании комфортной среды в российских регионах сегодня шла речь на селекторном совещании. Провел его полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. На видеосвязь с полномочным представителем главы государства вышли все руководители южных субъектов, в том числе и губернатор Краснодарского края Внямин Кондратьев. Федеральный проект по формированию комфортной городской среды стартовал в прошлом году. В 2017-м только в ЮФО благоустроили около полутысячи общественных территорий. В этом году на юге страны участие в программах принимает в полтора раза больше муниципалитетов. Хочу напомнить о поставленном президентом Российской Федерации цели в его программных указе о национальных целях и стратегических задачах развития. Это кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. На сегодня если посмотреть столичные города наших регионов по данному индексу только в Астрахани, Краснодаре и Симферополе имеется удовлетворительное качество городской среды. За прошлый год на Кубани привели в порядок больше 40 общественных территорий и почти 200 дворов. Работы по благоустройству велись в 22 районах края. На 2018-й планы еще масштабнее. Уже сегодня к реализации проектов приступили в 28 муниципалитетах. В остальных работы начнутся не позднее 10 октября, заверил Вениамин Кондратьев. В этом году у нас будет уже 92 объекта в 41 муниципальном образовании. Может быть, конечно, слишком завысили свою планку, но я вас заверяю, что невзирая на то, что мы заявили, что 41 муниципальное образование благоустроит свои общественные территории и дворовые, мы посредством еще раз подчеркиваю, жесткого плана графика держим на контроле каждый муниципалитет. Еженедельно идет отчет. И мы уверены, что мы со своей задачей и с денежными финансовыми средствами, которые предусмотрены на эти цели, мы справимся. То есть они будут освоены. На совещании полпредпрезидента в ЮФО также озвучил итоги Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды в малых городах. На юге страны победителями стали сразу 4 населенных пункта, в их числе и город-курорт Геленджик в Краснодарском крае. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 16 метров в секунду. Спасатели просят не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. К другим новостям. В Сочи участились случаи незаконной добычи перепела. Охотники бьют тревогу ночами в разных частях города. Браконьеры ловят птицу практически в промышленных масштабах. Неплохо зарабатывая на этом. Решить проблему непросто, важно взаимодействие целого ряда структур. Депутаты городского собрания Сочи организовали круглый стол, где детально изучили проблему и уже наметили пути ее решения. Все подробности в нашем следующем сюжете. В этом году Минприроды запретил в Сочи охоту, в том числе на перепела. Но выстрелы в разных частях города все равно слышны. А по ночам на охоту выходят умельцы с фонариками и сетями, которые добывают птицу, можно сказать, в промышленных масштабах. Таким способом один браконьер может поймать за ночь до 100 особей. Если охотник выйдет по разрешению, он, во-первых, имеет право в сутки добыть не более 15 особей. Все. А браконьеру ничего не нужно. Никаких разрешений, никакой оплаты и ограничений у него нет. Сколько поймал, столько поймал. 100, 200 штук поймал. Это все его добыча, которую он потом либо реализует, либо будет потом зимой в тушенку из нее делать и питаться. Таким способом перепелок ловят по всему городу. Причем по ночам даже вместе с детьми. Браконьеры наносят колоссальный ущерб животному миру. Ущерб от добычи 100 особей. Перепела составляет от 60 рублей, тысяч рублей до 140. В зависимости от места добычи, охотничьего, особо охраняемая территория, такая как Наспарк и так далее. Серьезную проблему впервые публично решили обсудить на городском уровне. Депутаты городского собрания Сочи собрали круглый стол с участием администрации курорта, охотников, орнитологов, прокуратуры и полиции. На совещании отметили, на территории Наспарка такой проблемы нет. Там работает специальная инспекция. А вот в сельских округах она явно и требует незамедлительного решения. Ведь сейчас активный сезон перелета перепела. Я знаю прекрасно, что это был в прошлом году, баранок на кладбище. Люди подъезжают, уезжают с фонариками, все кладбище от фонарик. Там ходят ловят помобилка перед ним. Один метр, и другие приедут. Я знаю, молоку социализма там в очереди стоят. Что сегодня до 12,5 дня, после 12,5 дня. За такую охоту браконьер заплатит штраф за каждую пойманную птицу. Если ущерб свыше 40 тысяч, такая ночная добыча уже потянет на уголовную статью «Незаконная охота». Создана инициативная группа, которая сейчас в течение дня будет готовить обращение к главе города, к начальнику ГУВД, УВД города, для того, чтобы выработать регламент работы. Дать какую-то правовую основу этой работе. А смысл работы должен быть один. Разъяснение и контроль. А потом совместными рейдами, через информацию, через телевидение, через школы для детей. Мы сейчас будем работать, для того, чтобы получить результат. Кроме того, на заседании был поднят вопрос гибели птиц от удара о прозрачные шумозащитные экраны вдоль дорог. Проблема обостряется в период перелета пернатых. Над этой проблемой во всем мире работают уже не менее двух десятков лет. Существует ряд методов борьбы с невидимым для птиц врагом. Это нанесение на стекло силуэтов хищных птиц или ультрафиолетовых рисунков, незаметных лишь человеческому глазу. Все предложения орнитологов, отметили организаторы круглого стола, будут обязательно рассмотрены. Жители Сочи могут получить налоговое уведомление в МФЦ. Теперь для оплаты имущественного налога не нужно ждать, когда извещение придет по почте. Для оформления квитанции можно обратиться в многофункциональный центр, причем обратиться можно в любой МФЦ, вне зависимости от места регистрации или нахождения имущества. Необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Пакет документов сформирует специалист центра, он же и передаст все в налоговую. Через пять дней можно получить уведомление, в котором будет указан объект и сумма налога. Тем, у кого зарегистрирован личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, уведомление не приходит по почте, а автоматически загружается в аккаунт. Последний день уплаты – 3 декабря. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 14 сентября в Сочи ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ночью плюс 18, плюс 20. Днем температура воздуха плюс 27, плюс 29. Морская вода плюс 25. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров море золота и драгоценных камней – скидки акции. Ежедневный розыгрыш призов среди покупателей. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». Море золота, новинки фэшн-индустрии, хендмейт-изделия, скидки акции. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Категория 0+. В Адлере сегодня снесли торговые объекты на улице Демократической. Договоры аренды у владельцев торговых точек завершились еще в прошлом году. О том, что павильоны подлежат сносу, собственники знали заранее, получили уведомления еще в мае. Сносить сами отказались. До сегодняшнего дня работали. Так что за демонтаж взялась районная администрация. Эта работа плановая. Она ведется на постоянной основе. Предприниматели, у которых истек срок аренды, они его обязаны либо продлить, либо демонтировать и убрать объект. В этом году демонтировано уже 23 объекта и планируется еще порядка 50 объектов демонтировать. В Сочи уже несколько лет ведется активная борьба с беспорядочной торговлей. Территории, которые незаконно эксплуатируются предпринимателями, освобождают от ларьков и используют подзеленые зоны и игровые площадки. Почти 24 тонны алкоголя изъято в кафе поселка Лазаревская. Это результат комплекса оперативно-розыскных мероприятий Краевого управления ФСБ, Сочинского УВД и Росалкогольрегулирования. Почти 24 тонны алкоголя были обнаружены в складах кафе Горка. Вина, коньяк, чача хранились в специальных контейнерах упаковки Back in Box, то есть сумка в коробке. Все напитки в кафе незаконно продавали под видом лицензированного товара. Образцы изъятого спиртного, а также федеральных специальных марок направлены на экспертизу. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают производителей контрафактной продукции. На Кубани обновили более полутора сотен почтовых отделений. О модернизации службы главе региона рассказала директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак. В этом году в Крае открыли 11 новых центров выдачи и приема посылок. Тем не менее, как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня есть еще необходимость в ремонте некоторых помещений, а оборудование кое-где используется с советских времен. Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местности. Крыбые власти готовы подключаться к решению проблемы. Ведь одна из важных задач – не допустить закрытия почтовых отделений в отдаленных станицах и хуторах. Почта для селян, для сельской местности – это вот то окно, которое связывает их с большим миром. Поэтому, когда была почта на протяжении многих поколений, а потом вдруг она исчезает, тут надо внимательно взвесить. И очень-очень ответственно подойти к решению закрытия почты в том или ином пункте сельской местности. Оптимизация оптимизации, но мы не можем обрушить жизнь, тем более на селе, во имя каких-то цифр или какой-то статистики или показателей. Это просто недопустимо, коллеги, недопустимо. Поэтому мы здесь готовы максимально обсуждать, помогать вам, не отстаивать позиции. Но почту России на селе мы должны однозначно сохранить. 100% жителей Краснодарского края обслуживаются через сеть отделения почтовой связи. Стационарные объекты мы сохраняем, максимально модернизируем. Но, к сожалению, вот тот вопрос, который вы затронули, зачастую главы жалуются, что мы закрываем отделение. К сожалению, есть объекты в крае, которые там исторически так сложилось, что Почта России когда-то там в них зашла. Это саманные, разрушающиеся объекты. Они бесхозные. И те объекты, которые реально уже представляли угрозу не только для жителей, но и для моих работников, мы не закрывали. Мы предложили альтернативный способ обслуживания. Это два передвижных отделения связи, которые обслуживают малочисленные населенные пункты. По словам директора Краснодарского филиала Почты России, такие мобильные отделения сегодня есть в Отрадненском районе. Автомобили с корреспонденцией посылками приезжают в самые отдаленные поселки и хутора не реже трех раз в неделю. В этих отделениях принимают налоговые, платежи и даже заказы на продукты питания и бытовую химию. Этот проект по всему краю стартовал не так давно, но услуга уже пользуется популярностью у кубанцев. Причем как у сельских жителей, так и у горожан. Почтальон очень большую социальную нагрузку несет. И в рамках данного проекта Почтальон, приходя в дом, принимает фактически заказ от населения о том, что необходимо в следующий раз принести для этого жителя из того перечня, который мы продаем. Это бакалея, конечно, в большей степени, крупы, сахар, какие-то там консервы. Вот поэтому надеемся, что данный проект даст ощутимый результат и мы свою социальную функцию реализуем еще в большем объеме. На фоне альтернативных услуг, которые традиционно Почтой оказывались, она не закостенела. Письма-то сегодня уже не пишут, по большому счету, и это функция, которая всегда была неотъемлемой частью функции Почтальона. Безусловно, сегодня нужно трансформировать услуги в сегодняшний день, в сегодняшние реалии, чтобы на самом деле оставаться на половую еще раз. Я сказал, и вы сказали, вы коммерческое предприятие, то есть вы бизнес. Бизнес должен чувствовать рынок, в том числе рынок услуг. Динамика вашего развития, динамика, с какой вы сегодня пытаетесь ворваться в линейку, в том числе и банковских услуг, она заставляет уверенно смотреть в будущее. Кроме того, как отметил Вениамин Кондратьев, чтобы почта оставалась конкурентоспособной, важно развивать сектор финансовых услуг. На Сочинском форуме было подписано соглашение о сотрудничестве администрации края и компании Почта-банк. Сегодня оно успешно реализуется, открыто почти 100 новых подразделений, в том числе и в сельской местности. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Бархатный сезон в Жемчужине пройдет с 18 по 22 сентября. Фестиваль проводится к 45-летнему юбилею Гранд-отеля. Но Жемчужина – это не только гостиничные номера, это еще и удивительно красивая парковая зона, которую отдыхающие называют мини-дендрарием. Парковая территория Гранд-отеля Жемчужина занимает свыше 7 гектаров. Она насыщена южной растительностью. Перед входом впечатляет зеленый уголок в стиле Венчагова. Внутренний дворик еще краше. Он состоит из нескольких зон, каждая из которых имеет свое название. Вот, например, цитрон. Целый мир цитрусовых, мандарины, гребфрукты, лимоны. Заложили этот садик весной. Видите, на лимоне уже пошли новые побеги. Это говорит о том, что растение уже прижилось и идет полным ходом рост. Это уже наш родной лимончик. Еще один уголок, который очень любим туристами, за обилие тени. Озеленители меняют растения с летнего ассортимента на осенние. В свои права вступает разноцветная хризантема. Она менее прихотлива при уходе. Очень яркая видна с верхних этажей. Их здесь 19. С удовольствием отдыхающие спрашивают, а что это, а что это. Им каждый цветок, какой бы там ни был, им интересно. Они могут, я прихожу в 7 часов на работу, они уже ходят по парку, фотографируют и рассматривают все. Гостей много. В Сочи бархатный сезон, а скоро и фестиваль стартует с одноименным названием. Так что озеленители стараются как никогда удивить отдыхающих посадить, например, цветы с необычным окрасом, которых меньше в природе, чем красных. Это хрупкие сциллы. Очень впечатлило. Это просто отдых. На это все любоваться. И вообще мы восхищались все время. Ходили вдвоем, с подругой приехали. Другим больше нравится левая крыла парка под названием Мексиканская горка. Здесь поселились величественные агавы, юка и драцена. Ну и какой же мини-дендропарк без пальмы. Ее называют еще символом Сочи. Здесь на территории жемчужины их пять видов. Из Мексики, Бразилии, Китая, с Канарских островов и Средиземноморья. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Впервые за пультом сочинского органа выступит итальянский музыкант Марио Чефери. Концерт пройдет в сопровождении сочинского симфонического оркестра. Сегодня мы побывали на одной из репетиций пятничного вечера, билеты на который уже раскуплены. Итальянец Марио Чефери – органист, клавесинист, дирижер хора и оркестра. Из Москвы прямиком в Сочи и сразу за пульт органа. В качестве органиста активно выступает по всей Европе, получает приглашение на престижные международные фестивали и выступает в самых знаменитых соборах и концертных залах. Не отказался и от участия в сочинском международном фестивале органной музыки. Я очень рад быть здесь. Сочи – прекрасный город, в котором проводят такой удивительный фестиваль органной музыки. И еще мне очень приятно играть на одной сцене с сочинским оркестром. Пятничный концерт в Сочи пройдет в сопровождении сочинского симфонического оркестра. В программе вечера – бах, юн, рассини и босси. Кстати, концерт Марка Энрика Босси для органа с оркестром в Сочи будет исполнен впервые. Сочинка Анастасия Шамонова стала чемпионкой мира. Спортсменка вернулась из Будапешта, где проходил боксерский чемпионат. И сегодня принимала поздравления от главы Сочи. Анастасия Шамонова уже мастер спорта международного класса по боксу. Девушка – трехкратная победительница первенства мира, четырехкратная победительница первенства Европы, пятикратная победительница первенства России и лучший боксер прошлого года среди юниоров. И вот лучший результат этого года – первое место на первенстве мира по боксу среди юниорок, которое проходило в Будапеште. В целом сборную страны представляли восемь россиянок. В четвертьфинальном поединке Анастасия обошла по очкам представительницу Турции. В полуфинале встретила с англичанкой и уверенно вышла в финал. Там победила соперницу из Франции. И эта победа стала пропуском на юношеские олимпийские игры в Аргентине. Остался месяц. Подготовка уже началась, уже идет потихоньку. Начинаем готовиться. Конечно, надеемся на лучшее, будем стараться. Чувствуется ответственность, так как представляешь не просто себя, свой город, а представляешь свою страну. Это очень приятно, когда тебя замечают, когда ты знаешь, что ты не зря стараешься, не зря выступаешь, а тебя ценят, любят. Это, конечно, очень приятно и даже в какой-то степени вполне мотивирует. Анастасия – воспитанница третьей спортшколы, поддерживает спортсменку и тренера Федерация бокса Сочи. Ну а расходы, которые грядут в связи с поездкой на Олимпиаду, на себя готова взять мэрия курорта. Словно ветер не бросает. Она тут раз говорит, нет, я стану победителем. Молодчина. Поэтому мы, конечно, очень гордимся. Спасибо за победы. И с другой стороны, всегда называют тот город, где он берет старт, где он готовится. То, что будет теперь Олимпиада юниорская в Аргентине, и стопроцентный уже проход обеспечен, мы уже начали готовиться. Естественно, что мы всячески окажем помощь. Мне уже Сергей Вячеслав сказал, что нужно оказать материальную помощь. Мы будем ее оказывать. Об этом думать не надо спортсмену. Об этом будем думать мы. Обсудили представители Федерации бокса с мэром и перспективы развития этого вида спорта в городе. По поручению главы города уже открыто 34 спортзала в шаговой доступности. В планах открытия залов в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. А в центре города появится еще один спортивный комплекс. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи состоится чемпионат России по серфингу. Турнир пройдет в начале октября в Хосте. В эти дни около 100 серферов посоревнуются в дисциплине «Короткая доска». На кону чемпионский титул, а также специальные подарки и денежный приз. По итогам соревнований формируется сборная страны. Призеры чемпионата прошлого года попали в список основных претендентов на участие в чемпионате мира по серфингу 2018 и уже в сентябре едут представлять Россию на международном турнире в Японии. Завершится чемпионат легендарной серферской вечеринкой от организаторов. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА